Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, Хроники Акаши. Ух! Ух! Какая тема крутая. Энергоинформационное поле. Я на днях слушала Горяева, он так любил вообще про энергоинформационное поле говорить, ссылаться. Очень много надежд на него выносил, и чайник, как физик, как математик, как человек, который столкнулся, и для него это был реально существующий объект. Ты знаешь, что меня удивляет во всем этом? Чтобы человек не рассказывал про энергетику, про информацию, про пространство вариантов, про энергоинформационное поле и так далее, человек всегда выносит ответственность на то, что это поле существует где-то объективно, что это нечто, что есть вне его сознания, что он туда придет и что-то возьмет. Ну и, соответственно, раз это есть вне его сознания, значит, там есть все, я приду, возьму то, что нужно. Человек не допускает мысли, что это поле, это продукт его сознания, и, соответственно, там та информация, которая уже ограничена его сознанием. И, используя информацию этой части, этой ограниченности, ты будешь иметь циклическую ошибку, потому что это уже повторяющаяся информация, а нового там нет. Там можно только копировать и компилировать, не более цикличности. И знаешь, что умиляет? Люди выдают за что-то сверхъестественное посещение этих хроник Акаши, и нечто магическое, великое, и так далее, мудреное. И надежды в этом не чают. И сколько ответственности перекладывается, что там на, да даже не народ, там на кого угодно, не знаю, там пастуха, короля, как правило, обычно же так. Любая информация, понимаешь? Вот да, там вот это энергоника, это так важно, это там и в науке важно, это и у эзотериков, экстрасенсов важно. Блин, ребята, очнитесь. Вот для того, чтобы понять эту ограниченность, безграничное информационное поле, парадокс, да, безграничное поле, а оно ограничено твоим жизненным опытом и твоим сознанием, потому что это ты его создаешь. Если ты туда заходишь, ты находишь вариант, уже из имеющихся выбираешь, но там нету твоего нового варианта, нового нету. И, блин, вот этот момент, в принципе, это знаешь, что напоминает? Я прихожу в магазин, я могу купить любое платье, но все платья уже пошиты заранее. И ты выбираешь из того, что есть, но это для тебя уже становится любым. Вот чтобы понять вот этот вот, вот чтобы понять этот момент, надо прийти туда, прожить это на своем опыте, осознать ограниченность данного магазина. Да, именно магазин, и пойти в другой магазин. И пойти создавать свой магазин. А, это вообще, да. И вот когда ты приходишь к созданию своего магазина, и ты становишься модельером в своей жизни. Ну, если тебе это интересно. Если тебе это интересно, то создание вообще интересно каждому. Вопрос, что создавать будем, во что играть будем, товарищи. Ключевой вопрос, который мы задаем из стрима в стрим. Но, во всяком случае, у человека в голове появляется ясность, что двигаться надо не в какую-то эзотерическую вот эту мечту, в концепцию ограниченности. И смотри, эта концепция ограниченности ведь ограничена чем? Объективность. Объективное восприятие. И тогда варианты. Ой, угадайте, что будет. Вы не угадали, а вы угадали. Там под одним роликом два человека написали. Один человек пишет, за все время вы не угадали ничего, что было в будущем. А второй пишет, вы не только рассказали про Японию, вы рассказали еще, и пишет, что мы еще там рассказали. И про ковид, и там еще. Оказалось, что я даже забыла уже, про что мы там рассказывали, а он там перечислил, да. И я понимаю, вот две реальности. У одного человека мы вообще ничего не угадали. А у второго мы вообще все предсказали. Но и то, и другое про объективность. И то, и другое фатальная ошибка. На самом деле, если мы говорим о создании, то, например, вот даже если вспоминать те моменты, когда мы видели те же неприятности с Японией. Да, сначала да, 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 доживем, посмотрим, как... А потом, подожди, а зачем? Это очень круто развитая страна технически. Там очень классные технологии, да. Там люди автоматизированы. Но там есть на что посмотреть. И она будет жить до тех пор, пока мы там не побудем, не погуляем и не поиспользуем. И тогда идет пересоздание. Потому что уже ты летишь не камнем вниз, а ты уже сознание, которое запускает это камень. А как только ты как создание уже себя поместил туда и пометил себе галочкой, что я там побуду, уже все, ты выстроил, что это уже есть в твоей реальности. А раз оно есть, оно уже есть. Но это у создающего сознания. Это не направо и налево. Тогда мы с тобой, да, и мы с тобой потом очень четко начали, как делать? Фиксациями. Мы фиксировать начали. И если мы снова нападаем, когда погружаемся, смотрели с тобой и видели какое-то камня вниз, да? Мы с тобой всегда что делали? Запускали птичку в небо. А смотри, вот мы с тобой так действовали, то есть мы конкретно понимали, мы субъективной реальностью поглощаем объективность, создаем то, что нам надо. Но смотри, какая фишка есть. Вот есть люди, которые должны были умереть. Мы их у себя зафиксировали, и они живут. Живут, 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 пока они осознают. Они нихрена не осознают. Но при этом живут. Но при этом мучаются. Ну, это жизнь мучения, да? Живут, живут, мучения, да. Но у них появился шанс на самом деле. У них появился шанс, да. Но кто-то им воспользуется опять-таки, кто-то не воспользуется, как в прошлом подкасте говорили, да? Это тоже такой момент. Но это уже про субъективность. Субъективность поглотила объективность. Так что создавать будем, товарищи? Во что играть будем, товарищи? Вот это опять ключевой вопрос. Мы все равно к нему будем приходить постоянно. Куда будем внимательно направлять? Да. И вопрос, нужен ли человек в нашей реальности или не нужен? Или мы его отпускаем? Или-или. Ты знаешь, во всяком случае, вот рассуждения на эту тему привели сейчас, знаешь, к какому подходу? Когда мне пишут вот там, интересное было письмо. Женщина писала, спасите моего мужа. Его там списали из больницы. Он уже будет умирать. Я ей пишу, а вы за ним ухаживать будете? Вы будете говно из-под него убирать. И она пишет, нет-нет-нет, я уже замужем за другим. Ну, так хера ли ты его тогда спасаешь? Для кого? Ну, так хера ли ты его тогда спасаешь? И ты знаешь, раньше мы же такие вопросы не задавали. Это мы сейчас задаем такие вопросы. Ну, хорошо, мы зафиксируем. Кто тот, кто будет? Ведь он же работать не будет. Ему уже не надо. Он уже смирился. Он уже мертв. Он уже внутри мертв. Да. Он уже не барахтается, сметану не взбивает лапками. Жестокие мы. Но ведь это правда. Причем очевидная правда. Моресьев пока ползет. Сам. Сам. А не ползет сам труп. Все. И тогда, а где тогда шанс на чудо? А что сделали вы? Что может оживить труп? Да? Либо боль. Либо что за... Я опять это скажу не то. Короче, новая жизнь. Будет так. Мы опять так или иначе будем приходить, к чему мы пришли, когда... Ну, к чему мы будем говорить на фокусе иллюзиониста. Мы так или иначе будем приходить к ответственности человека для того, чтобы творить фокус и готовности творить фокус. Это один момент. Второй момент – это готовности перепрограммировать все. А вот здесь вот эта готовность – это сложная часть. Потому что здесь мы будем говорить о памяти. Здесь мы будем говорить о прошлом. Здесь мы будем говорить о личности. Того, кого ты будешь перепрограммировать. И пошли. Пошли те вопросы, которые... Как только ты будешь выскакивать в объективность, ты будешь кричать «Влияние! Ай-яй-яй! Магия!». А если убрать объективность, оставить только субъективность, то здесь разумность, да, память, интеллект. Интеллект тела, интеллект в принципе. Тут конкретно задействованы те части, которые напрямую связаны с разумом и с чувствами. Да. Тебе дан разум. Пользуйся. Да. И тогда нам здесь надо будет говорить честно, откуда взялся автомат. И каким образом он штампует время. И когда появляется это время? Готов ли человек услышать это? Человек не готов в хронике акаши сходить. Понимаешь? Мне так хочется по-другому сказать. Хронические акашки. Ну, правильно? Потому что это о прошлом. Да. Это все о прошлом. Там нет будущего. Там будущее представлено компиляцией. Но ты не объяснишь это ни одному крутому эзотерику, пока он в концепции с инопланетянами, с высшими силами, пока у него бог не в нем, пока у него субъективной реальности нет. И вот смотри, на этом фоне, на этом фоне, что бы мы ни говорили сейчас, это же невыгодно, потому что мы же сворачиваем игры. Та же самая психология тебе развернет и инопланетян, и высшие силы, и высший разум, и все что угодно. Потому что это материально выгодно. И даже более того, я не знаю, наверное, придет время, но это после написания нашей вот следующей книги. Сейчас вот вышла книга по чату мам, потом выйдет иллюзионист. Учебник иллюзиониста выйдет, мы его будем дарить сами, кому сочтем нужным. А параллельно для психологов будет писаться книга. Но где-то с этого времени надо будет делать новую психологию. Дело в том, что что делает сейчас психология? Я бы вообще за это наказывала. Вот к психологу, психотерапевту приходит человек, и ему говорят, ну давайте там поработаем с родительскими отношениями, как вы это получили, как такое случилось. И внимание, все уходит в прошлое, и человек копается в прошлом. Точно так же идем в регресс и так далее. Причем с перекладыванием ответственности туда. Да, это распыление говна с перекладыванием ответственности. И вот смотри, даже если ты возьмешь и у человека блоконешь память, и человеку тут же полегчает. Как только память вырубаешь, человек улегчает. И на этом фоне он идет к хорошему психологу. И хороший психолог включает то воспоминание, которое он будет прорабатывать, потому что ему выгодно сидеть и пережевывать эти какахи. А робот пошел. Но ведь он же будет заправлен лентой из прошлого. Он же будет заправлен этой вот какахой. И на основании этой какахи он будет создавать будущее. И вот тебе в будущее поехала болезнь. Вот она циклическая. У нас циклическая ошибка. И поэтому без сворачивания вот этих... А как же осознать? Через благодарность. Да, да, да. А благодарности вообще нету нигде. Создание новой психологии, оно просто необходимо. Иначе... Иначе либо циклическая ошибка, либо... Да. То есть, что самое, замена благодарности и прощения. Религия. Прекрасная книга Кулина Типпинга. При этом должна новая религия. Но религия не в плане, как мы привыкли знать, что такое религия. Это идея. То есть, это... Человек требует новую религию. Развернись, да, ему новую религию. Во что он будет верить, где он будет зарабатывать деньги. И что он будет нести людям. Опять-таки, он это делает для людей. Он в себя не развернут. Как развернуть себя? Для себя. От себя. И тогда ты пульсирующая здоровая... И тогда психология становится моментом обучения человека, благодарности, умению делать для себя, работать на себя, возврату в себя. То есть, ты заболел, хоп, вернись в себя. А если ты заболел, значит, ты вышел из себя. Вернись в себя. Вернись в себя. Ну, тогда на чем же будет зарабатывать психология? Это большой вопрос. Чего? На возврате. Тогда надо будет открывать новые горизонты. Конечно, новая психология. Новые идеи и так далее. Но это тогда очень быстрое развитие научно-технического прогресса. И моментов психологических, психических и так далее. Это о развитии. А сейчас идет стагнация с циклической ошибкой. Чтобы это понятие увидеть, достаточно выйти, посмотреть, осознать и понять основу субъективности. Взять ответственность. Готовность человека. Мы все поговорим на фокусе. Ну, на фокусе... Фокус иллюзиониста. Тут хочешь, не хочешь, это поднимаются те темы, когда либо ты пришел к себе, либо ты не пришел. Потому что за фокусом иллюзиониста есть только создатель. Но тогда ты уже из этой точки способен его видеть и быть им. А по-другому ты не можешь им быть. Создатель вне игры. Вот она, первичная отделенность, первичная дуальность. Сегодня хроники Акаши. Сходим туда, покажем. И будет сюрприз у участников. Мне все равно хочется учудить эксперимент. Но мы же без этого не можем. На самом деле, это фишка стеб, подсознание. Стеб, подсознание, да. Тогда есть интерес. А иначе, вот просто тупо отвести и показать нам неинтересно. И должен быть интерес. А вот эксперимент, когда потом обратная связь. Вау, вся жизнь переменилась. Вот тогда, да. Тогда и мы кайфуем. Тогда и мы кайфуем. Смотри, интерес, он дает ресурс. Вот оно. И тогда кайфуем. И что идем сегодня? Сегодня идем. Игорь Негода.